Этим малышкам всего полтора месяца. Еще недавно врачи опасались за их жизнь. Ветроняшки родились на три недели раньше срока. Вес был небольшой – 1600, 1800 и 1200 грамм. Состояние определили как средней тяжести из-за дыхательной недостаточности и незрелости. В первую очередь незрелый желудочно-кишечный тракт. У нас были проблемы именно с этим. Со сниженной толерантностью к энтеральной нагрузке. Нам пришлось попыхтеть, попотеть, чтобы дать им возможность кормиться и грудью, и грудным молоком. Постепенно трофическое питание. Миллилитрами фильтровали, буквально капельками кормили их. И потом потихонечку мы преодолели все эти сложности. Роды прошли успешно. Обошлось без реанимации и дополнительных вмешательств. Крайняшек сразу поместили в палату интенсивной терапии, где они окрепли и набрали массу. Сейчас они уже набрали вес почти по 2,5 килограмма. Детки очень активные, потягиваются. То есть, как нормальные детки, почти доношенные. Стоит отметить, что тройные явления редко. Они рождаются около двух раз в год. И чаще всего в результате ЭКО. В данном случае все произошло естественно. Ангелина Фомина признается, что мама уже опытная. У нее есть мальчик, которому почти два года. Девочек ждала с нетерпением. Узнала я на первом скрининге. Это было 15 марта. Ну, сначала думали, что двое. Потом сказали, третий, наверное, ушел за хлебом. А мы говорим, вот и третий объявился. Ну, мы же тогда не знали, кто у нас будет по полу. Но вот 15 марта мы узнали, что у нас будет тройня. Было счастье. Мы были очень счастливы. Особенно муж. Ангелина признается, что детей различает легко. Ведь каждая уже проявляет свой характер. Старшая более активная, средняя более капризная, а младшая самая старательная. И больше всех кушает. Стоит отметить, что девочки получили очень необычные и красивые имена. Меня зовут Ангелина. Муж зовут Евгений. Сын зовут Матвей. Соответственно, Аксинья, Есения и Мирослава. Два Мэ, два А, два Е. Теперь малышки и мама готовятся к выписке. Уже в четверг им разрешат покинуть стены перинатального центра. Ведь состояние малышек стабильно и не вызывает опасений. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».